И они будут в основном из двух частей. Написано, что это как будто по инженерным гидрометно-засканям, а на самом деле там две части. Первая часть – это гидрологические расчеты, которые будет читать Сикан Александр Владимирович, один из лучших, наверное, в стране специалистов, который и практик, который и ученый, который и преподаватель, и который умеет именно доносить все это. А вторая часть – это будут русловые процессы, это будет такой концентрат от меня. Примерно вот по два дня то и другое. И еще будет пятый день там еще что-то. Поэтому как концентрат – хорошо, а как погружение – плохо, потому что в общем-то мало. Так, ну и в связи с тем, что уже начнутся вот эти февральские курсы в прогрессе, в связи с тем, что перед этим я на неделю уезжаю в это воскресенье, до следующего воскресенья. И получается, что у нас сегодня и завтра. И заканчиваем. Вот то, что у нас было с осени и зима – это закончим завтра, последний раз. Поэтому у нас две встречи сегодня и завтра. И все. А потом, в феврале, после прогрессовских курсов, перед нашими курсами, которые будут в марте, я начну новый вебинар, курсовым процессом, вот для тех, кто будет участвовать в мартовских курсах, а также для всех желающих. Вот. Поэтому вот у нас осталось два дня. И поэтому сегодня у меня предложение состоит из трех частей. Первая часть – это Людмила прислала участок. Я предлагаю его сначала глянуть. Ну и быстренько, да. Он такой, можно сказать, типичный. Вот для таких лет он типичный. И потом еще две части. Это чуть-чуть закончим по именной протоки, которые не договорили. Так, это не вчера, это было позавчера. Последний раз у нас был позавчера. По именной протоки. И потом уже непосредственно построение ППР и написание раздела по условным процессам. Раздела по по строению ППР. Вот три части, коллеги. Пойдет? Поэтому давайте первой части вот этот примерчик. Это хорошо, что у нас... И вообще любой примерчик, он всегда вообще выбивает из вот этой наднятины. Это сразу появляется какое-то вот ощущение, что это вот прикасаемся к чему-то. вот так. Новосибирская область, Копь, и где-то там, на левом берегу, есть какие-то притоки. И вот, то есть вот, вот мелкие карты, они обычно интересны, да? На мелких картах какое-то появляется понимание, что это там, равнина, горы, болота, там еще что-то. А вот здесь какая-то не мелкая карта, а вот этот мелкий снимок, он как-то не очень такой информативный. Но в принципе, да, мы просто знаем, что это вот в Сибири. А Сибирь у нас разная, ну и поэтому все-таки тогда придется перейти вот к мелкой карте. Это у нас, по-моему, это видит 200-тысячник. Добрый день, Ксения! Ура всем! Приветствую всех! И вот это река Карасук. Течет у нас с запада на восток, слева направо на этой картинке. Тут у нас проектный участок, который в районе моста. Да, мы в полном уборе. Да, да, и главное, что это... Ну, коллеги, мне кажется, вообще, вам уже нет всем смысла приходить, потому что я вообще, в принципе, вам ничего нового сказать не могу, потому что вы все неоднократно уже всякое слушали. Ну и тем более интересен любой участок в этом случае, что вместо наднятины какой-то вот просто глянуть, а... И что интересно, с одной стороны, все участки разные. Там всегда найдется какая-то изюминка. А с другой стороны, вот смотрите, как к этим разным участкам хорошо бы относиться. Это не надо запоминать, что вот так я потом сделаю, что вот так. А наоборот, прям увидеть вот это разнообразие, вот это вот вообще бесконечность возможных изменений и существования разных русел. И потом к своему относиться совершенно творчески, не загоняя его в какие-то рамки уже имеющиеся, а наоборот, легко расправившись с ним, с любым. Вот. Ну и поэтому вот этот хороший участок. И что? Видим, что с одной стороны относительно плоская территория, но все-таки явно выражена долина. Мы видим горизонтальки слева-справа. Сейчас вот я их нарисую. Вот видим горизонтальки слева-справа. То есть это, в общем-то, долинка. Где-то она широкая поверху, по низу она очень узкая. И мало того, здесь очень интересно вообще вот это. И это и бывает такое, что смотрите, у нас есть русло, оно извилистое. А вот есть горизонтальки справа и слева, смотрите, они такие же извилистые. Они также повторяют извилисость вот этого нашего основного русла. Вот. Ну и не сказать, что это бронебойный такой признак, но это хороший признак того, что это врезанная река. Что поймы нет, что вот такой поймы, прям хорошей поймы нет. И вообще сегодня, сегодня я там прокололся на форуме, там был вопрос, я на него ответил. Одним ответом. А потом специалист пришла, она ответила другим ответом, что как бы наоборот. Так вот, коллеги, вот именно так чаще всего вообще бывает. Чаще всего бывает, что нет, вот никогда нет одного ответа. есть какое-то одно крайнее состояние, там действуют одни законы, есть какое-то другое состояние, там действуют другие законы. Поэтому вот если так вот по детскому, по школьному, то я вам могу сказать, что вот в данном случае, о, доброе утро, Григория, наши дамы в полном сборе разбавились, Григорий Мурат. Если по-детски, то тогда, вот если горизонтали впритык к реке повторяют конфигурацию извилистого русла, то мы говорим, что это вот беспойменное русло и скорее всего врезанное. Но если уже по-взрослому, то не всегда, коллеги. Надо все-таки быть готовым к тому, что вот эта очевидность, она может быть и сыграть каким-то другим путем. Но в данном случае сейчас мы с вами крутим дальше и выясним, что все-таки это натуральная врезанная река. И мы когда-то с вами распределяли, была такая табличка, где мы говорили о разных извилистских руслах, и у нас там были реки меандрирующие извилистые, и были извилистые не меандрирующие. И меандрирующие, у нас там было много признаков, что это должны быть хорошие излучины, они примерно одинакового шага, примерно одинаковая ширина русла, они плавно входят друг в друга, есть поймы, на пойме есть следы перемещения русла по пойме, всякие веера, старец и все такое. А врезанное, оно внешне может быть похоже, но все-таки отличаться. Там могут быть изломанные, излученные, они могут быть разного шага, они могут некрасиво переходить друг в друга, то прямой участок, то какой-то изломанный. Поймы там почти нет, или она, если есть, она такая вот неживая, она без следов перемещения русла по пойме. потом в миодрирующем русле там всегда само русло в плане асимметрично, там всегда есть подмываемый берег, он обрывистый, есть намываемый, он пологий. А в обрезанном русле, даже извилистом, часто бывает, что оба берега какие-то одинаковые, оба берега какие-то обрывистые. вот, потом по дну, ну по дну у нас материалов нет, поэтому так теоретически можно сказать, что в принципе основное отличие извилистого миодрирующего процесса и извилистого не миодрирующего и которые форма, это то, что при миодрирующем есть размыло, это аллои, которые река принесла и в котором она живет, в котором она перемещается, а в обрезанном это вот нет этого процесса или есть, но он очень слабо вырвенный. На врезанной реке скорость размыва может быть порядка 5 сантиметров в год, а на не врезанном извилистом миодрирующем это может быть 1 метр в год или 5 метров в год, это может в 100 раз различаться. Вот. Так, ну и здесь что мы видим? Мы видим извилистое русло, мы видим изломы всякие, да, мы видим отметку вот уровня воды здесь 136, вот, мы видим здесь какие-то 100, ну в общем тут пока мало что видим, все что мы здесь видим, это что нас сейчас на этой картинке стоит отметить, это что? у нас есть населенные пункты как на левом берегу, так и на правом берегу, и вот тоже, кстати, не надо относиться к этому как к правилу, я сейчас скажу его как вот тезис, но это не значит, что всегда так будет, но все-таки в какой-то мере у нас наличие населенных пунктов показывает то, что это в какой-то мере возможно не затапливаемые территории, потому что если там люди прожили там 50-100, 150-200 лет, значит это все-таки они на хороших местах были, то есть это какой-то признак, что все-таки наверное это не пойма, и это может быть терраска, это может быть что-то повыше, потом здесь еще есть дорога, на дороге у нас тоже бывают разные категории, да, вот есть и первая категория, и четвертая, и может быть это какой-то четвертой категории дорога, но все-таки у нас есть мост, как раз который соединяет вот эти два населенных пунктов на левом и на правом берегу. На что особенно надо обратить на этой картинке, потому что на следующей картинке более крупной камеры это уже не будет видно, это на то, что вот здесь есть вот такой крючок, который внешне немножко напоминает старицу. По всей видимости, старицей и является. Почему-то написано как водохранилище, ВДХР. Коллеги, то есть мы с одной стороны, в общем-то я вам всеми силами сейчас пытаюсь убедить, что это не меандрирование, а с другой стороны все-таки создается впечатление, что вот какие-то отголоски такого процесса все равно здесь происходят, может быть в сто раз медленнее. То есть все-таки есть старица, она какая-то вот, видите, интересно, что она не одинаковые ширины по длине, то есть она какая-то вот ломаная, и само русло, но здесь на карте не так видно, а на космическом снимке еще посмотрим, там мы видим, что у нас ширина реки по длине меняется, она какая-то вот некрасиво меняется, она как-то вот то больше, то меньше, то меньше, то меньше, вот как будто бы это не единый... О, кстати, я сегодня вот хотел, когда я вот сегодня думал, перед тем, как начинать вебинар, я думал, вот что какую-то сегодняшнюю штуку, и подумал, что вот чем еще меандрирование отличается от врезанной реки. Меандрирование – это единый процесс на большом длинном участке. Там поток управляет в кубке совместно, как-то вот едино, длинным участком. Несколько из лучин, они чувствуют друг друга, они существуют, сосуществуют. Развитие одной из лучин отражается в развитии соседней, развитие той влияет на следующее, они плавно соединяют друг друга, это единый процесс. А вот в врезанных таких реках у нас отдельные участки существуют независимо друг от друга. И поэтому, если при меандрировании нам как раз нужен большой обзор, нам нужно посмотреть широко, для того, чтобы... У нас как? У нас на наш участок может влиять ситуация на другом участке, на соседнем участке, на выше расположенном участке, иногда на ниже даже расположенном участке. То при врезанном русле получается, что вот этот конкретный участок, он не очень-то знает о том, что происходит выше и ниже. И получается, что если наш какой-то конкретный участок вот на каком-то изгибчике, то вот этот сам изгиб и будет формировать сам этот изгиб, его жизнь. А вот соседние, например, наплевать, если на этом же реке ниже у нас какой-то конкретный участок находится на прямом участке, значит, вот эта его прямота, вот этот прямой участок, он и будет обуславливать возможной деформацией этого прямого участка. Вот. То есть на таких вот мертвых реках, врезанных, без активных разминов, вам достаточно сосредоточиться на маленьком участке. И тоже я немножко неправ, потому что все равно надо смотреть на другие участки. Не потому, что они повлияют на наш расчесный участок, а потому что просто подсмотреть, а что вообще бывает по длине этой реки. Просто посмотреть, вот для оценки на размыву на нашем участке, просто посмотреть, а вот что там выше и что там ниже. Вот. Поэтому это такое вот отступление в целом о врезанных реках, потому что, в общем-то, это хорошая такая типичная врезанная река. Смотрите, даже вот эта картинка, да, вот это, я так понимаю, наш расчетный створ, вот слева существующий мост, вот тут будет или проектный мост будет или в створе существующем, или рядом, в принципе, все равно. Что мы здесь видим? Мы видим высокую окружающую территорию, которую, непонятно даже, можно ли назвать поймы или нет. Так, сейчас вот прочитаем, что написано. Так, во-первых, русло V-образной ширины формы. Да, это хорошо, это как раз и признак того, что, потому что, если бы у нас был бы интенсивный размыв правого берега, он был бы оправедистый, а если бы, соответственно, был бы намыв левый берег или наоборот. А у нас вот V-образный, что значит? Значит, оба берега примерно одинаковые. Даже если бы не было у нас здесь моста, да? Ну, а про роль моста мы уже знаем. И можно еще раз сказать, что в целом мост сдерживает деформации. Значит, что делает мост? Мост тут надо говорить не о мосте, а о мостовом переходе, который включает в себя непосредственно мост, мостовой пролет и дамбу, которая перекрывает пойму. Ну, а в данном случае у нас вообще похожей поймы нет. Вот. И вот, перекрывая пойму, мостовой переход очень заметно регулирует пойменные протоки. Пойменные потоки. Людмила пишет, я затрудняюсь определению поймы. То ли их две, преусловая и высокая. О, кстати, вот это блестящий ответ, уже мини-вопрос, потому что вот на фрезанных реках очень часто бывает такая штука, что река шириной 10 метров и у нее пойма шириной 5 метров. Такая вот которая пойма, которая вот понятна, вообще может быть непонятна, чуть ли не какой-то преусловой такой вот формы какая-то, какого-то генезиса, которая выполняет роль поймы. И она вот периодически как раз выполняет роль поймы. То есть она по генезису может быть не совсем даже пойменной, потому что у нас какой генезис поймы? Натуральный, хороший, широкопойменной реке. Это отложение наилка. То есть выходят пойменные половодные павочные потоки на пойму, они насыщены взвешенными наносами, эти взвешенные наносы, они оседают в кустах, в понижениях, стиховодинках, оседают, и пойма нарастает вверх вот этим наилкам. Это классическое определение образования пойм. В нашем случае, в таких врезанных поймах, где ширина поймы сопоставима, или меньше даже, или больше ширины русла, может быть так, что условная пойма прирусловая, она может быть выполняет функцию пойма по затоплению ее высокими водами, а генельс у нее может быть как русловой. То есть в процессе она может быть сложена крупнячком, потому что легко туда крупнячок залетает русловой. Значит, русловые наносы и взвешенные наносы, или донные и взвешенные, или чем делятся? Делятся тем, они, основное их деление это по крупности. В русле у нас крупный песок, например, а на пойме мелкий, а сущностное деление у них по механизму перемещения. Вот эти донные равно влекомые, равно русловые наносы перемещаются перекатыванием и сальтацией. То есть, они все время имеют контакт с дном. А взвешенные наносы, которые, они не имеют контакт с дном, это они как взвесились какая-нибудь или мелочь какая-то там, она вот и движется себе километры и может быть вплоть до устья или вплоть до приемного какого-то водоема или в общем и оседают только вот на пойме скажем или еще где-то в особых местах. Вот. Ну, это все вообще лишнее я рассказал, потому что в принципе для конкретного нашего участка нам что, нам нужно понять, что вот там, да, да, похоже, это и не пойма, да, если она затапливается, то может быть там раз в сто лет. Вот, то есть она, смотрите, по генезису она может быть сложна аллювием речным. Просто это произошло сто тысяч лет назад. А за последние, скажем, десять, двадцать, тридцать тысяч лет назад уже все там устаканилось, река никогда там и не была. Она уже привыкла последние десять тысяч лет течь вот по тому руслу, по которому она сейчас течет. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова